Безответственно, взрослые, да, они как напрямую идут. Если есть зебра, они не стоят, не смотрят. Они идут на своем. Если зебра есть, значит надо идти. Личная статистика обычного автомобилиста. Взрослые обычно дорожные правила не забывают, а игнорируют. С детьми не так однозначно. Одни не вынимают наушников, других не видно. Нет светоотражалок или есть сугроб. Из-за сугроба вообще сейчас не видно по краям, кто подходит. Дети вообще быстро, резко выпрыгивают. На зеленый, хорошо. А если светофора нет? То по зебре. Нужно посмотреть, чтобы машин не было. Замедлить скорость детей попытались сотрудники ГИБДД. Сегодня они привели рейду нерегулируемых переходов вблизи школ, что актуально после каникул. Малыши сдавали минимальное ПДД. Мамам вручали памятки. Практиковались тут же. А родители дополняли советы правоохранителей. Когда я знаю, что они пойдут сами в школу, я обязательно позвоню, проконтролирую. Но даже сверхконтроль спасает не всегда. Вероника тоже шла в школу. Торопилась на трамвай на нерегулируемом переходе у рынка Петровский, когда ее чуть не сбила машина. В последнюю секунду, говорит девушка, ее будто что-то отдернуло назад, оделась ушибом и страхом. До сих пор эти фары перед глазами. Страшно переходить дорогу. Уже хочется с кем-то в толпе. У самой Вероники и других жителей этого района вопрос скорее к властям. Когда здесь установят светофор? От него не отказались бы и в других точках, например, на Кутузово, где насмерть сбили мальчика. Или у торгового центра огни. Ребенок в больнице с лета. Однако в целом ТТП с детьми становится меньше, заявляют в ГИБДД. За 2019 год на дороге города Барнаула произошло с детьми 164 дорожно-транспортных происшествия. Из них 67 – это наезды на пешеходов детей. Причем больше половины произошли на пешеходных переходах. Два ребенка погибли в прошлом году и 173 получили травмы. Но статистический плюс вряд ли способен обрадовать пострадавших. Поэтому в ГИБДД повторяют – пешеходный переход не гарантирует безопасность. Смотрите по сторонам и ждите реакции водителя.